Здравствуйте! Это программа Благовест. Меня зовут Марина Попуевич. Мы с вами снова в войсковом саворе святого благоверного князя Александра Невского. Вместе со мной духовник Екатеринодарской епархии Архимандрит Амвросий. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Александровна! Здравствуйте, дорогие Господи, наши телезрители! Слушаем ваши вопросы. Первый вопрос сегодня у нас от Екатерины. Екатерина написала «Батюшка, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли слушать в аудиоформате Евангелие, которое я скачала с интернета?» Катюша и Екатерина можно при одном условии, что это, ну, как бы издание православный раз, где-то там какой-то гриф должен стоять, что это синодальный перевод на русском или на церковь, нет вопросов, но сейчас столько могут ухищренно, что все кажется на православном, а потом ставите одно-другое предложение. Но если это с интернета и, скажем, с портала православие.ру, я думаю, да, и молитвы, и службы, и тем более священное писание, если это каноническое, православное, можно и с радостью. Слушайте и за нас, грешных! Следующий вопрос у нас от Татьяны. Татьяна спрашивает, «Почему Бог забрал моего идеального мужа в молодом возрасте? Ему было всего 40 лет, он умер всего за месяц от болезни, детей у нас не было, и что мне теперь делать?» Танюша, ну что, по-человечески обнимаем вас, соболезнуем, даже если уже прошло время, много, времени много, сочувствуем. И, конечно, если бы вы хотели по-настоящему, и это страшное событие превратить в перспективное добро на земле и на небе, я хотел бы вас пригласить, когда вам удобно. Вот у нас по воскресенью, мы для всех объявляю, по воскресенью в нашем соборе большая православная школа для взрослых. Собираются порядка 100 человек, вопросы-ответы и беседы на личные темы, на личные проблемы. Подойдите, и мы поговорим. Сейчас вкратце. Вы знаете, когда не слеп душой человек, а глянись на каждом шагу. Трагедия у каждого. Вы уже взрослый, супруг, 40 лет, половины даже больше, мало. И, конечно, жалко. Да умирают детки. Маленькие-то как бы еще понятно, хоть и самое непонятное. Цветочек, бутончики. Вам и всем другим, не дай бог, у кого есть какие-то ситуации или были, слова Евангелия. Как исправить? Как понять? У человеков это невозможно по-русски. Для людей невозможно это, ну как бы, исправить или не допустить. И тут же другой стих Господь говорит, но все возможно, суть у Бога. По беседе, после исповеди и особенно после причастия у человека меняется взгляд даже на эти, казалось бы, очень страшные вопросы, как болезни тяжелые и смерть. Поэтому, милые наши друзья, поблагодарите вот это телевидение кубанское и Благовест наше, вот эта замечательная группа на телевидении Благовест, что вы услышите и передайте всем другим и по поколениям. Никогда человек не может выйти из своих проблем, а наоборот может, не раскрываясь, не обращаясь к Богу, дойти до тупика и сделать не по правилам. Не дай Бог, конечно, большие испытания никому. Пусть благодать Божья будет на всех. Вас, нас, мы все грешны. Один Бог без них. Но попытайтесь хотя бы с этой передачи поискать Бога, признаться Ему, может, что вы не верите, но хотели бы верить. И попросите Бога помочь вам в вере, в жизни личной, в семейной, в здоровье поправить, в устройстве на работу, в даровании деток. И вы увидите, как это моментально и психологически человек по-другому начинает жить и испытать, и философски. Дай Бог всем радости на земле, с Богом. Следующий вопрос у нас от Марии. Она написала, здравствуйте, батюшка. В детстве родители лечили меня от испуга. Водили к бабке что-то типа экстрасенсы. Читали какие-то заговоры, я даже не помню про что. Руками водили надо мной, что-то спрашивали. Мама недавно пришла к вере, наверняка покаялась на исповеди. Вопрос у меня такой, что будет с моей душой, нужно ли мне на исповеди об этом сказать. Мариночка, у вас красивое имя. Я бы вам посоветовал один рассказ по любому советскому писать, но так красиво. Марина морская певец. И он передает, как красиво море. Каждая неповторима красивая. И потом поэтическая переходит, как неповторима бывает любовь. И такие красивые вещи подбирают, что кажется невозможно рассказать и отличить тонкость расцветки моря и тонкость расцветки любви. Любви в детском возрасте, любви взрослых, любви к детям, любви к Богу. Почитайте, Марина. Мариночка, вам бы я точно советовал прийти поговорить. У нас специально я подготовил такой план исповеди, где включены, Мариночка, и все, кто слушали. Кто ходил сам, обращался к колдунам, экстрасенсам, оккультистам. И кого водили при воде, маленькими или взрослыми, но неосознанно. Только не паникуйте, не бойтесь, не страшитесь. Бог у нас такой чудный. И он и вас, Мариначка, так любит, что если мама, а мама явно повела, надеюсь, не потому, что она сама экстрасенс. Надеюсь, что вам поможет по ложной человеческой любви, материнской, телесной. Это не духовная любовь. А теперь сожалеет и покаялась. Уже хорошо для вас. Но на вас нет греха, что у вас, тем более, маленько приводили. Но лучше для вашего, поскольку вы уже взрослые. Нет-нет, темные лукавые силы будут эту тему поддавать в виде помыслов. Вы будете принимать, унывать, отчаиваться. А можно сказать, вот потому я и вот это, а потому и вот это. Придите, Мариночка, и всем, кто ходил, придите. У нас специальная исповедь на это построена. И кого приводили. Будьте здоровы, радуйтесь, Мариночка. Бог любит вас. Вера пишет. Добрый день, батюшка. У меня такой вопрос. Прошу, разъясните. В утреннем правиле есть молитва о духовном отце. Но у меня еще духовного отца нет. Говорят, нужно молить Бога о том, чтобы он его послал в свое время. Можно ли поминать в молитве это из священников, у которых я исповедуюсь? Или нужно выбрать одного и его поминать в молитве? Молодец, я готовлюсь. Я когда-то прямо искал, молился, чуть не плакал. А потом понял, это духовник у нас, знаете, кто вера? Боженька. Вот я с той мыслью, за каждым словом, дома, на работе, на службу, в дороге, в радости, у людей какое-то горе. Я всегда говорю, Боженька, помоги мне, как быть, чтобы я не мешал тебе им помочь через меня. Сразу Верочка помогает. Вот так, какие-то вопросы, но еще мудрее вы сказали. Прямо вот похвали вас, сто процентов, не подыгрывая вам. Вот того батюшку, которого вы приветили, что он как-то вам, ему хочется рассказать всю, и грязь, и страшные, может, грехи. Вы доверили, и не один, а два, три раза исповедовались или годами. Вот доверьтесь ему. Но если не хочется полностью где-то свое, нет, спрашивайте у Боженьки, как быть, Боженьку прости, и в разуме как-то поступить в том или ином вопросе. У нас один Отец – Бог, у нас один наставник – Бог, у нас один помощник – Бог. Всегда, везде, всем во всем. Аминь. Еще один вопрос в сегодняшней программе от Анастасии. Она спрашивает, батюшка, скажите, чем отличается обедня от сорокауста? В том смысле, что если я 40 раз закажу обедню, это то же самое, что сорокауста? Настенька, ну, вы молодец, юная, а такая умница, и хотите разобраться. Достаточно, ну, на 99% вы почти ответили. Не надо переживать, точно вы слова называете. Вот здесь сорокауста – это сорок обеден о том здравствующем человеку, которого записали сорокауста о здравии, или сорокауста о упокоении, сорок раз о дорогом вам человеке будут на литургии упоминать. Или это сорок литургий. То вам нужно каждый день ходить. Итак, сорокауста – это сорок обеден по-народному, или по церковному правилу, сорок литургий. То есть, перевести, что такое сорок литургий? Каждый день за здравие, кого подали за здравие, или о упокоении будет молиться церковь Богу. И тогда они улыбаются, даже усопшие, и радуются. Есть такой чудный рассказ в житии святых. Страдал очень один человек и попал в место мучений. И вдруг среди мучений стонов этих миллионов, стонов, жутких стонов, поднимают к небу голову, опущенную тяжестью грехового мучения, и улыбаются. Ему соседние стоят – «Ты что? Ты что, забыл, где ты?» Ну, ты улыбнулся и просиял. А он говорит – «Слушайте все, кто нас слушает. Я так счастлив сейчас среди этих столов потому, что мое имя произнеси сейчас в церкви». И не примите это, как сказать – «А, папы байки рассказывают». Нет. Я не говорю – «Бежите и все за кальцеркостно». Но я прошу вас знать, я вас не обманул ни на его, ни на его. Когда сами помрем, мы это узнаем. А сейчас не поверишь, хоть и воскресший придет и скажет – «Очень хорошо». И тогда посуетимся и опять забудем. Анастасияшка, очень важно заказывать сорока уст. О себе, о здравии и о дорогих усопших, особенно новых. Им нужна молитва в течение 9 дней, 40 дней, полгода и год. Это не значит, что если люди состоят, бывает так, 40 дней заканчиваются, сегодня 39, заказывают еще на 40 дней. И год вот сороковины. Это, конечно, накладно может быть. Но достаточно потом, после 40 дня, раз в неделю заказывать, а потом раз в месяц. И вы будете счастливы в прямом смысле. Потому что так будет хорошо тому, кто уже в вечности, что это и вам станет и ясно, и видно, и понятно. Богу слава за такую его силу и любовь к нам, живущим, и к тем, кто уже в вечности, и дай Бог с ним. Спасибо, батюшка. Это все вопросы в сегодняшней программе. Мы встретимся через... Жалко, но ждем других. Пишите, звоните, приезжайте. Это была программа «Благовест» Марина Попович и духовник Екатериндарской епархии Архимандрит Амбросий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok